Всем привет, меня зовут Руслан и это канал Люфтгеймс. В этом видео расскажу об одном из своих самых любимых модов Farming Simulator. Если у кого-то сейчас чувствует дежавюн, так это потому, что я такой видос уже делал, но для 19 фермы. Тем не менее, для 22 все равно расскажу. Модпак представляет собой набор ковшей, вилл для тюков, вилл для поддонов, еще парочки инструментов. Но в отличии от дефолтных, они имеют очень полезные особенности. С этим паком работа с поддонами заиграет новыми красками. От сбора тюков вы даже начнете получать реальное удовольствие. Уж поверьте мне, сколько мы тюков на мультимапе этим набором собрали. Эх. Для начала общие особенности. Каждый инструмент из этого пака имеет свою камеру. Если его подсоединить, то при выборе камеры доступен вид от этого инструмента. Это уже большой плюс, на мой взгляд. Работать проще и интереснее. Далее. В подавляющем большинстве случаев каждый инструмент из пака доступен для всех видов погрузчиков. В подавляющем не значит, что прям для всех. Для мини-погрузчиков многие инструменты недоступны. И есть пара инструментов, которые доступны только для телескопических и колесных погрузчиков. Если вы зайдете в магазин в раздел инструментов, например, для фронтальных погрузчиков, вот тут доступна будет опция, для какого именно погрузчика данный инструмент вам нужен. По умолчанию, само собой, выставлена опция в соответствии с разделом магазина, в котором вы смотрите этот инструмент. Но выбрать все равно можно. По сути, во всех пяти разделах инструменты одни и те же. Просто различаются конфигурации для нужного вида погрузчиков, и с выбором конфигурации меняется и объем, и вес, и размер. Выбор конфигурации это плюс, потому что, например, если вы купили вилы для фронтального погрузчика, но захотите использовать их на телескопическом, то можно в мастерской их настроить для телескопического. И когда речь идет о вилах для тюков или поддонов, то вроде бы все логично. Но вот когда мы в мастерской перенастраиваем ковш, который купили для мини-погрузчика, чтобы он смог работать с колесным погрузчиком, то волшебным образом увеличивается и размер ковша. Ну, как бы ладно, это я не докапываюсь, просто факт излагаю. Ну и коль речь о ковшах зашла, с них обзоры начнем. А самое вкусное оставим напоследок, так что видос до самого конца смотрите, ну или по тайм-коду мотайте, выбор за вами. Многофункциональный ковш. Это, в принципе, обычный ковш, но немного большего объема, чем дефолтный. От полутора кубов для мини-погрузчика до пяти кубов для колесного. Дальше уже чуть-чуть интереснее, два ковша с зубами. С кованными мне нравится больше. В принципе, обычный ковш, но если зубы закрыть, то содержимое не будет высыпаться. Не спрашивайте меня, как это держится. Ковш-захват, объем от двух кубов фронтального до четырех на колесный. Тут своя механика разгрузки. После того, как мы собрали материал с земли, высыпать это не получится. Тут ограничение механики игры, ковши могут разгружаться только каким-то одним способом, поэтому тут нужно открыть ковш с другой стороны. Да, вот такой вот ковш. Дальше два ковша клети, один с горизонтальными, другой с вертикальными прутьями, предназначенный чисто для свеклы и картохи. И опять же те же самые ковши, но с забралом, чтоб корнеплода не растерять. Я особого смысла не вижу в ковшах чисто для корнеплодов, это наверное для рпшников каких-то. Да, морковку собирать этими ковшами вроде бы нельзя. Дальше клети для камней. Разработчики очень старались, чтобы внести в новую часть фарминг-симулятор что-то новое, а некоторые игроки за это еще и заплатили. Ведь все это было не для того, чтобы камни на полях отключить, не так ли? Ну так вот, этими ковшами можно камни собирать. Для того, чтобы камни собирались, нужно эти ковши как бы включить. Это просто механика игры, не заморачивайтесь. Дальше у нас еще два почти одинаковых ковша. Ковш с отверстием и ковш-хоппер. Тут снова своя механика разгрузки, примерно как с ковшом-захватом. Загружаем материал как в обычный ковш, а вот высыпать не выходит, чтобы высыпать тут снизу закрывающиеся отверстия. Открывается при помощи зажатой клавиши мыши. В 19 ферме этот ковш можно было использовать для чистки кормушек у животных, ну а в 22, ну по мне просто удобный метод разгрузки. На вкус и цвет, само собой. Тут еще забавный баг с этими двумя ковшами. При заполнении ковша некоторыми материалами становится доступной кнопкой разгрузки. Если ее нажать, то часть содержимого разгрузится в ящик или поддон. Не стал прям все материалы проверять, но пшеница, удобрения, минеральный корм и оливки спокойно спавнятся. С чем такое поведение связано, не знаю. Возможно, за основу данного ковша взято то, что имеет такой способ разгрузки. Да, еще у каждого ковша здесь можно включить и выключить функцию заравнивания. Покажу на примере. Вот два трактора с одинаковыми ковшами. Без функции заравнивания ковш просто набирает материал и все, утыкаются в кучу и сама куча не изменяется. Дальше едем выгружать куда-нибудь. Если заравнивание включено, то ковш можно использовать для заравнивания сечки. Вот так это выглядит. Неровности быстро сглаживаются. Все очень легко получается. Функция работает не только в силосной яме, поэтому будьте осторожны, иначе есть риск раскидать какую-нибудь кучу на всю территорию фермы. В теории можно попробовать таким ковшом снег еще разгребать, но эта мысль сомнительна. И раз уж мы залезли в силосную яму, давайте посмотрим, что есть для нее. Для разгребания или разравнивания кучи сечки есть вот два вот таких скребка. Они одинаковые, но один из них посимпатичнее. Прям большой необходимости в их использовании, наверное, нет. Тем более, что ковши с этой задачей вполне справляются. Если вы хотите для заравнивания использовать, так сказать, классический заравниватель, то вот он. Цепляется он либо к телескопическому, либо к колесному погрузчику. Но можно его также настроить на трехточечное крепление, и тогда можно и на трактор цеплять. Правда эта зараза падает почему-то, так что с зацепом могут трудности возникнуть. Также для колесного и телескопического погрузчика есть вот такой вот толкатель. Может кому по душе придется. Для разгрузки силосных ям и не только нам предлагают специальные виллы. Они работают с травой, сеном, соломой, сечкой, естественно силосом, а еще с навозом. В принципе ничем не примечательные, разве что тут есть виллы с зубьями, которые можно закрыть и содержимое высыпаться не будет. Но чисто для колесного погрузчика доступны виллы емкостью в 12 кубов. Согласитесь, это уже прилично. Дефолтные виллы для колесного погрузчика 8 кубов. Да, конкретно в этом случае функцию заравнивания точно лучше выключить. Загрузить прицеп грузовика за пять заходов это круто я считаю. Есть еще вот такой ковш. Работает силосом, сеной, соломой и минеральным кормом. Есть индикаторы пропорции изготовления моносмеси, но, к сожалению, моносмеси этот ковш не готовит, а было бы круто. Можно включить вот эту крутилку-вертелку, но надобности в ней нет, потому что и без нее ковш наполняется. Но выглядит прикольно. Переходим к следующему типу инструментов – виллы для тюков. И хотя бы ради них вы обязаны скачать этот модпак. В магазине можно чуть-чуть растеряться, потому что тут четыре варианта одинаковых вилл. Фактически они одинаковые, просто у тех, что справа, можно складывать пики. И все. Но не совсем все скоро объясню. У каждых вилл есть куча настроек. Помимо, само собой, к какому именно погрузчику будем их цеплять, можно изменить длину пик, нужна ли пика в центре и рабочая ширина. Все это интересно, но нас в первую очередь интересуют настройки загрузки – ручная или автоматическая. По дефолту идет автоматическая. Ее и оставляйте. Есть еще настройка емкости – это то, сколько тюков будут хватать виллы в автоматическом режиме. По дефолту выставлено максимальное количество, так что эту настройку можно не трогать. Так в чем суть этих вилл? Мы приезжаем на поле с тюками, разворачиваем виллы клавишей «О» и приводим их в рабочий режим клавишей «Б», то есть активируем автоподбор. Дальше просто едем и собираем тюки. Вот так легко и просто. Да, есть прицепы с автоподбором, но это далеко не одно и то же. С виллами есть какой-то геймплей, но который в то же время не раздражает. После того, как мы заполнили виллы, в данном случае три квадратных тюка, можно их разгрузить. Тут еще надо сказать, что в момент подбора тюки перестают быть материальными, так что коллизий у них нет, но тем не менее прицеливаемся на платформу и нажимаем клавишу разгрузки «Y» по умолчанию. Все, тюки погрузили, можно ехать дальше и собирать тюки, предварительно опять включив рабочий режим. Да, все-таки зачем разделять эти виллы на два вида? Обратите внимание вот на эту надпись. Положение тюков до стек и положение тюков без ворса. Да, локализация хромает, но большое спасибо, что она есть. Если выбрать виллы со стеком, то виллы будут собирать круглые тюки, как бы с таймя. Таким положением их удобно куда-то ставить. Но в таком случае будем собирать их по два за раз. Если же выбрать виллы без ворса, то собираться круглые тюки будут уже по три штуки. Но вот в таком положении. Так что есть риск, что они укатятся куда-нибудь, если платформу чуть наклонить. Квадратные же тюки будут и там, и там собираться с топкой по три штуки. В настройках видно, что виллы могут собирать круглые, квадратные и большие тюки. Вот с большими тюками непонятно. Тюки хлопка виллы не берут. Думал, что имеется в виду круглые тюки размером 180 сантиметров. Ну потому что они реально большие. Но нет. Эти тюки считаются также закруглые. Хоть и их сбор смотрится как-то по-муравьиному. А еще ребята из нашей бригады предполагали, что имеется в виду тюк, который собран из мелких тюков. Но он считается как квадратный. Я помню, что в 19 ферме такая загадка была. И там то ли мне кто-то в комментариях писал, то ли я сам находил, что есть еще мод на дополнительный размер тюков. Но это не точно. Так что если вы в курсе, то в комментариях пишите. И вот мы подошли к моим любимым виллам для тюков Farming Simulator 19 и теперь наверное Farming Simulator 22. В отличие от мелких вилл, тут только один вариант и настроек практически нет. Работают эти виллы по такому же принципу. Клавишей О разворачиваем, верхний захват выдвигается. В принципе разворачивать и не обязательно, они и так будут работать. Главное клавишей B включить автоподбор. В общем едем собирать. И когда тюки собираются, они не сразу отображаются при подборе, а как бы ждут пока захват не встанет в нужное положение. Может быть сбор идет чуть медленнее, чем предыдущими виллами, но тем не менее виллы три круглых тюка собирают. Причем собирают их в стек с таймя, так что грузить будет удобнее. А если собирать квадратные тюки, то в эти виллы помещаются уже четыре тюка. Что тоже удобнее маленьких вилл. Вот эта задержка с отображением тюка немного расстраивает. В 19 ферме тюк сразу на виллах появлялся, но там автоматической анимации захвата сверху не было. Да, с этими виллами еще порядок клавиш разгрузки надо запомнить. Он такой же как у прицепа с тюками. Чтобы приступить к разгрузке, нужно нажать Y. То есть здесь написано развернуть или сложить выбранный инструмент. Захват сверху чуть-чуть поднимается. Затем еще раз нажать Y, чтобы высвободить тюки. И потом еще раз, чтобы снова приступить к сбору. Еще один момент касается веса собранных тюков. Если мне память не изменяет, то в 19 ферме при сборе этими виллами тюки вообще веса никакого не имели. Но, как я понял, тут вес либо сохраняется частично, либо как-то по-своему прописывается. Потому что вес тюков он как бы ощущается. То есть каким-то мелким погрузчиком без противовеса собрать четыре тюка вряд ли выйдет. Но в одинаковых условиях, если трактор виллами с автоподбором спокойно четыре тюка собирает, то если такими же виллами без автоподбора попытаться столько же тюков собрать, может уже и не получиться. Надо либо погрузчик потяжелее, либо противовес поувесистее. Ребят, я вам настоятельно советую, попробуйте поиграть с этими виллами. Сами не заметите, как несколько прицепов этими тюками загрузите. То, что такого способа сбора тюков нет в дефолтной игре, на мой взгляд, большое упущение со стороны гигантов. Да, знаю, что проводятся соревнования по сбору тюков дефолтными инструментами. Там люди в погрузке тюков настолько преисполнились, что могут сто триллионов миллиардов тюков собрать на триллионах и триллионах планет. Но я сейчас про обычных игроков говорю, которые после первой же попытки выкинут в помойку дефолтные виллы и будут копить на прицеп подборщик. По тюкам почти все. Есть еще четыре таких вот тюка захвата, они предназначены больше, чтобы тюки уже на территории фермы или производства таскать. Нет, использовать их на поле, конечно, вам никто не запрещает, это я так, чисто из эстетики. Захват для тюков в пленке, это вот такой красненький, он без автоподбора, на любителя. Остальные три с автоподбором, чисто круглых тюков, они собирают по два тюка максимум, собирают с таймя в стек. Ну, выглядит прикольно. Теперь с тюками действительно все. Переходим к виллам для погрузки. С поддонами, к сожалению, не все так весело, как с тюками. Но все равно с вилами из этого пака лучше работать, чем с дефолтными. Для работы чисто с поддонами нам предлагают четыре вида. Виллы бесплатно за тысячу баксов. Ну вы поняли, это виллы, которые вот так вот свободно свисают. Предполагаю, это для того, чтобы легче к земле их можно было прислонить и погрузчик не поднимать. И, к слову, это единственные погрузочные виллы, которые можно прицепить к мини-погрузчику. И, как я понимаю, это неспроста. Обычные виллы, самые обычные. Виллы с грейфером, видимо, чтобы поддоны с топкой перевозить, не опасаясь, что они с вилл слетят. И виллы с фиксацией. Функция такая же, но, наверное, более надежная, что ли. Объединяет все эти виллы то, что они регулируются по ширине. Но самое главное, что у них есть изменяемая коллизия. Наверное, у всех бывало, что поддон просто застревал на виллах, и что бы ты ни делал, слезать с них не хотел. А тут просто нажимаешь клавишу X, и виллы перестают быть материальными. Груз спокойно разгружается. И в случае чего можно эту же особенность и для погрузки использовать. Отличное решение, учитывая, как в этой игре все любят прилипать друг к другу. И хотел бы я сказать, что эта функция спасает в любой ситуации, но пока записывал это видео, несколько раз сталкивался с тем, что поддоны намертво прилипали к виллам. Хоть с коллизией, хоть без. Сниматься вообще не хотели. Без вариантов. В девятнадцатой ферме такого я не помню. Может, мод еще не до конца доделан. Может быть, разрабы фермы что-то изменили. Но факт есть факт. Возможно, еще проблема в том, что прям не все виллы становятся проницаемы, а лишь какая-то ее часть. Так что погрузка поддонов не становится прям заметно проще. Ну, хоть что-то. Есть еще вилочный захват широкий. Это уже для каких-нибудь прям больших грузов. Можно даже транспорт пытаться грузить. Коллизия у него также частично отключается. И переходим к категории, которые могут порадоваться дрова себе... Пардон, лесорубы. Вилочный широкий захват для бревен. Я лично так и не познал дзен погрузки бревен дефолтными инструментами. Учитывая, что бревна легко скользят по земле, но не хотят скользить по инструментам. И именно вот этот бревнозахват и стал причиной, по которой я в свое время скачал этот пак для девятнадцатой фермы. Он относительно легко проскальзывает под бревна. И далее остается зафиксировать их. Ну и ехать грузить в прицеп. А если легко под бревна пролезть не получается, то можно снова отключить коллизию. Но нужно не забыть включить ее обратно. Полезная в некотором роде вещь, но не единственная. Для телескопических и колесных погрузчиков доступен вот такой захват. Ну, захват это громко сказано. В общем, вот такая вот железяка. Под бревна ее тоже запихать затруднительно. Можно в него загружать по одному бревнышку чем-то более мелким. А для перевозки у этого захвата есть особенность в виде закрепляющихся ремней. Доезжаем до лесовоза, наклоняем захват и отцепляем ремни. Удобно, но долго. По этой причине советую использовать этот девайс именно с телескопическим погрузчиком. Дело в том, что именно на телескопическом погрузчике этот захват можно максимально повернуть вниз. И если занести его над кучей бревен и закрепить ремни, мы захватим несколько бревен сразу. С четырьмя бревнами сосны по 8 метров телескопический погрузчик вполне справляется. Их спокойно уже можно грузить в лесовоз. Но чтоб не наглядь, можно и по три бревна брать. И можно ремни на секунду отстегнуть, чтобы бревна поправить. А главное посередине эти бревна брать. В общем, девайс занимательный. Спасибо разрабам игры. Сейчас именно гигантам спасибо за то, что они сделали механику ремней в этой игре. Иначе подобных модов не было бы. И не было бы в подобных модах следующего устройства. И пусть вас не обманывает его невзрачный вид. Его простота способна заменить практически любое средство погрузки в игре. Этот девайс просто использует механику фарминг симулятор, те самые волшебные ремни. Как это работает? Смотрите, тут у нас предметы, которые крепятся ремнями. Бревно, поддон, тюк. Кладем сверху плоский прицеп и крепим все это ремнями. И если перевернуть прицеп, то как бы вот. Все предметы продолжают держаться. У этого девайса тоже есть ремни. Но их крепеж направлен вниз. Мы подносим его сверху и крепим ремни. Все, больше ничего делать не надо. Теперь спокойно можно везти куда хочешь. И груз сам не отцепится, как бы ты его не вертел. И проблем с разгрузкой тоже не будет. Нужно просто отцепить ремни. Ни коллизия вилл, ни физика фарминг симулятор больше не проблема. Ремни закрепляются на всем, до чего могут дотянуться. А значит не ограничиваются каким-то одним объектом. Например, можно грузить несколько поддонов за раз. Главное, чтобы погрузчик от веса не опрокинулся. Погрузка поддонов с этим девайсом ускорится в разы. Да, я в курсе о существовании автопогрузки на прицепы. Но все-таки так интереснее. Конечно же, только поддонами крепеж не ограничивается. То есть все в игре, что крепится ремнями, можно грузить с помощью этого девайса. В том числе и тюки. И также можно перевозить несколько тюков за раз. Конечно, тюки лучше и легче перевозить виллами из этого пака. Но вы в курсе будьте. Бревна также спокойно перевозится. Да, может быть это выглядит не очень реалистично, мягко говоря. Но учитывая игровую физику, на эту условность можно глаза закрыть спокойно. Но все же есть одно большое но. То, что прекрасно работало в девятнадцатой ферме, не работает в двадцатой. А именно, разгрузка чего-нибудь с прицепов или платформ с помощью этого инструмента. Короче, в девятнадцатой ферме была такая проблема. Техника нифига не крепилась на платформах. Из-за чего могла легко слететь с нее. Но был замечательный мод, который намертво крепил технику на платформах или жатку на прицепе для жаток. Так что большой проблемой это лично у меня не вызывало. Тем не менее, разработчики в двадцатой ферме решили эту проблему довольно радикально. Все, что покупается в магазине, теперь крепится ремнями. Хоть визуально этого и не видно. И, как я сказал, все, что крепится ремнями, можно захватить этим девайсом. То есть любой инструмент или даже транспорт. И, в принципе, ничего страшного. Даже в некоторых моментах может быть полезно. Вот только прицепы и платформы тоже захватываются ремнями. А это значит, что если попытаться этим захватом что-то поднять с прицепа, то мы и прицеп поднимем. Нет, конечно, можно там опять приноровиться, нужную высоту выбирать, чтобы ремни до самого прицепа не доставали. Но... такое себе. А вот, например, со шторником такой вариант вообще не прокатывает. Для меня, если честно, этот факт стал неприятным сюрпризом. Со стороны разрабов можно было сделать исключение для закрепления ремней для платформ. Ну, вот серьезно. Как часто вы на какой-то платформе перевозите другую платформу? В общем, такая беда. Одно спасает. Триггеры точек разгрузки и продаж расположены достаточно высоко, чтобы можно было продавать что-то прям с прицепов. Но я в целом согласен, что поддонов в 22-й ферме стало настолько много, что проще использовать прицепы с автоподбором. Ну ладно, идем дальше. Есть три вот таких вот подъемных крюка. Короткий, Г-образный, так сказать, и длинный. Назначение, в принципе, понятно. Да, к слову, у каждого инструмента из этого пака есть зацеп, как раз для этих крюков. Можно цеплять и грузить куда-нибудь. Тут еще и камера на перевозимый инструмент переключается. Забавно. Но, само собой, основное предназначение этих крюков это таскать мешки с расходниками. Грузить их на прицепы. Или заполнять селки, к примеру. Ну, если вы арпешите. И, наверное, это единственная категория инструмента, которой я предпочту дефолтный вариант. По той простой причине, что есть дефолтный инструмент с двумя такими крюками. Есть еще коромыслы для подъемников. Цепляется к крюку подъемника. И можно этим коромыслом цеплять предметы, которые крепятся ремнями. Соответственно, имеет все недостатки с этим связанные. Ну и плюс болтается, как шланг на ветру. Чтобы его увидеть в магазине, мне пришлось зайти через раздел самого модпака. И, кстати, тут можем увидеть умную клетку для стека. И она же находится в разделе транспорта для животных. В этой штуке можно перевозить кур. Чтобы перевозить ее, нам понадобятся вилы для смарт-клеток. Цепляем вилы. И нанизываем клетку на эти вилы. Нужно, чтобы... Нанизываем вилы и дожидаемся подсказки про закрепление клетки. Все, клетка закреплена. И больше никуда не денется. Считаю, что по такой механике должны работать поддоны в этой игре. Подъезжаем к живодерне и покупаем кур, как в любом прицепе. Вмешаются сюда 360 кур. И можно доставить их в курятник. В дофолтных прицепах кур перевозить нельзя, насколько я помню. А тут можно на каждой курице экономить по 5 баксов на доставке. Ну или 1 бакс, если речь идет о молодых курах. Окупает это себя или нет, это уже другой вопрос. Блендер для навоза. Я почти уверен в существовании какого-то мода, где этот миксер можно применить. Почти, потому что я такого мода еще не нашел. Еще один инструмент под именем клеть. Цепляется к погрузчикам напрямую и работает следующим образом. Подъезжаем с этой клетью к мешкам с расходниками и заполняем клеть, как любой прицеп. Визуально этот мешок оказывается в клетье. Иногда триггер не срабатывает. И визуально еще мешки становятся меньше, когда в кавычках оказываются в клетье. Что мне не очень нравится, но пользоваться можно. И нажатием I можно содержимое выгрузить. Прям все не проверял, но основные расходники можно перевозить. И есть настройки, в них можно выбрать что собираешься перевозить. И танки это баки для гербицидов и жидких удобрений. Идем дальше. И тут незамысловатый удлинитель причиндала для колесного погрузчика. Чтобы можно было более эффектно положить болт на местную физику. Блин, сколько же всего в этом модпаке. Я даже запарился немного. Но уже почти закончили. Остались всякие адаптеры и переходники. Дополнительный подъем. Цепляем его к погрузчику. И дальше к нему цепляем какой-то другой инструмент, чтобы увеличить рабочую высоту. Сколько именно таких подъемников можно добавить, зависит только от вашей адекватности. Не забывайте выбирать, с каким именно инструментом в данный момент работаете. Есть небольшой переходник, который позволяет немного сместить инструмент влево или вправо. Не знаю для чего, диапазон у него довольно маленький. Адаптер с погрузчика на трехточечное крепление. У меня воображения не хватает, для чего можно это использовать на постоянной основе. Вот реально, свои варианты предлагайте в комментариях. И под конец адаптеры с одного типа погрузчиков на другие. На случай, если вас что-то не устраивает в размерах, и для вашего мини-погрузчика нет какого-то инструмента, можно использовать данные адаптеры. Опять же, ограничивайтесь только вашей адекватностью. В этот момент я уже думал, что рассказал обо всем. Смонтировал видео, и на ютуб успел залить. И тут начал вспоминать, что про один переходник я так и не рассказал. Он был в 19-й ферме, но в этой версии почему-то его нет. Немного непонятно, но он находится в другом паке, который вышел перед основным паком. Это переходник с трехточечного крепления на телескопическое. Может пригодиться на начальном этапе игры, если денег совсем нет, а на трактор фронтальный погрузчик прицепить нельзя. Цепляем адаптер, а к нему уже цепляем любой инструмент для телескопического погрузчика. Какого-то удобства не ждите. Высота работы будет ограничена углом, на которое может наклонить трехточечное крепление. Но какую-нибудь мелочь на низкую платформу загрузить можно. Можно при желании дополнительный подъем поставить. Чуть-чуть это спасает. Про противовес не забывайте. В принципе, даже тюки таким макаром тоже можно перетаскивать. Но степень крепоты вы сами оцените. Остальные инструменты это клеить два заравнивателя и говномиксер. Они в основном паке есть. Может просто этот адаптер забыли добавить. Правда не знаю показалось мне или нет, если оба этих пака активированы, то магазин подтормаживает. Но это не точно. Надеюсь, что все-таки показалось. Вот теперь точно, уже рассказал обо всем, о чем хотел. Но. Крайне важный момент. В этом вот паке есть один опасный баг, связанный с камерой. Если вы переключились на вид от инструмента и потом продали технику, к которой этот инструмент был прикреплен, и неважно где вы находитесь в этот момент, то последствия могут быть разными. Может камера сломается, может игра зависнет, может еще что. Но это все легко лечится банальным табом, то есть переключением на другую технику. Но это в одиночной игре. Но вот в мультиплеере все куда печальнее. В те моменты, когда мы все это тестили, игра просто крашилась. Но это тогда, когда один из игроков хост. А вот что будет происходить с выделенным сервером, даже не знаю. Поэтому перед тем, как продать технику в мультиплеере и на ней подцеплен инструмент из этого пака, убедитесь, что вы переключили камеру с инструмента, а еще лучше отцепите его. В общем, косяки у этого пака есть. В девятнадцатой ферме он мне нравился больше. О багах я попробовал разработчикам написать, может что-то из этого выйдет, и что-то пофиксят, что-то допилят. Очень надеюсь, что данный пак не забросят, и может быть даже что-то придумают для поддонов еще, чтобы поддоны, например, на кнопку Q можно было к вилам крепить. Ну, все в таком духе. В следующем видео я расскажу еще об одном моде, который облегчит работу с погрузчиками. Я его хотел видеть еще в девятнадцатой ферме, но дождался только в двадцать второй. А вам спасибо за просмотр, за лайки и позитивные комментарии. Ну и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok